Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео будем моделировать блузку очень интересную. И моделирование крой, который мы сегодня будем рассматривать, простым назвать нельзя. Работать мы будем с тканью супер софт, однотонная, она мягкая, немножко стрейчевая, из интернет-магазина ткани Color. Ссылочку вам оставим в описании. А теперь давайте рассмотрим саму блузку. Что в ней интересного и почему она не такая уж простая. Итак, сегодня поработаем мы с выточкой нагрудной и будем ее моделировать, размоделируем таким образом, чтобы часть ее уйдет в выточку. Можно это делать или не делать, это на ваше усмотрение. А вторая часть, остаток, то есть выточки, перейдет у нас в такую красивую складку своеобразной горловиной. И эта складка пойдет у нас, будет переходить в красивый воротничок стоечки по спиночке. Саму складку, которую мы сегодня делаем, вот я сейчас на манекене показываю, мы ее можем либо зашивать по лицевой стороне, допустим, сделать шов для того, чтобы она прилегала и была такая четко-четко сформированная линия, либо можем ее оставить, чтобы она вот так вот мягенько-мягенько ложилась. То есть это тоже уже, смотрите, мы ее не утюжила, ничего, а вот просто разложила, как она есть. Сама блузка сейчас сметана, как вы видите, она не выполнена в работе. Рукав также у нас очень интересный. На рукаве мы сделали складку, которая называется ножницей, и она может быть повернута, как, ну, допустим, вот сам нахлест, который идет, может быть повернут наперед и может уходить на спинку. Прорабатывая вот здесь вот рукава, я сделала манжет, прометала, но мы с вами можем не только сделать манжет вот так вот на рукавчике, просто со складочкой, ну, еще тоже можем обыграть, если у нас достаточно свободки, я вот в процессе работы, пока делаю примерку, то вижу, что можно здесь же заложить дополнительно еще складочки, а потом пришить манжет, тоже будет смотреться очень интересно. Актуальный вопрос, расход ткани. Расход ткани на эту блузку составляет одна длина плюс 10 сантиметров, это то, что мы с вами будем простраивать воротник, подгибку низа тоже учитываем, и плюс длина рукава. Переснимаем выкройку основу, нужной нам длины. Если вы хотите платье полностью, если блуза, то той длины, которая необходима. В верхней части оставьте запас, потому что он нам понадобится. Также я пересняла рукав. Рукав переснимаю тоже той величины, которой мне необходимо. За минусом манжеты, вот здесь вот по низу у меня будет проходить манжет. И моделирование мы сейчас начнем именно с рукава. У кого выкройки основы нет, оставим вам ссылочку в описании. Откладываю в сторону и поработаем сейчас с рукавчиком. По рукавчику высшая точка оката рукава. Вот она у меня. По этой высшей точке рукав перегибаем. То есть определяем его середину. У каждого рукав построение может быть разное. У меня построение такое, что у меня совмещен шов боковой и рукава. Это условие не обязательное, потому у вас может рукав быть одинаковым. То есть вы складываете и вы получаете одну ширину. Я имею в виду вот здесь, вот и вот здесь. Итак, теперь поднимаемся вверх на 5 сантиметров. Вот я отложила 5 сантиметров. И определяем ширину складки. Ширина складки у меня будет всего вот нахлёст 8 сантиметров. Поэтому я откладываю 4 сантиметра в одну сторону, 4 сантиметра в другую. 4 и 4. А всего это 8. Провожу через точки прямую линию. Точка 4 сантиметра и 5. На самом деле вот эти 5 сантиметров, которые я откладывала, мы можем их не откладывать. Мы можем с вами определить вот здесь вот точки, в котором будут идти складочки. Вот такой вот треугольничек, который и будет складочкой, нам нужно повторить. То есть нам нужно будет ещё точно такой вот треугольник. Поэтому вот так вот я складываю и прорисовываю. Вырезаю его. Нам его сейчас будет не хватать для полноты моделирования. Разрезаем по намеченным линиям. Получается один край рукава разрезаю не до конца. Вот миллиметра на 3 не доходя. Один край идёт у нас всё-таки с треугольником. А второй край треугольника не хватает. И мы сейчас его будем доклеивать. Прикладываем. И фиксируем. Теперь нам понадобится бумага. На которую мы и будем сейчас делать полностью рукав. Прикладываем. И сейчас я обозначаю высшую точку оката рукава. Вот она у меня. И вот здесь вот немножечко-немножечко провожу. Для чего? Для того, чтобы у меня была прорисованная линия. Потому что сейчас я рукав, окат рукава буду фиксировать. Сейчас посмотрю, хватает здесь ли у меня величины. Ну, сейчас давайте чуть выше поднимусь. А то вдруг у меня потом не хватит величины для построения. Вот так вот вывожу в край. Прорисовываю высшую точку оката рукава. И прорисовываю. Все, фиксирую. Вот так вот. Верхняя часть, она у меня должна быть сейчас пока неподвижной. Чтобы мне было удобно работать. Вот так вот я закреплю. И еще разочек. Теперь делаем опять-таки нахлёст. Для того, чтобы обозначить центр рукава. Вот центр. И вот его край. И теперь мы начинаем работать. Раздвигаем пока в стороны. От центра. Откладываем вот у нас, да? Серединка рукава. В обе стороны по 4 сантиметра. Ну, то есть мы другими словами говоря, вот так вот, если мы с вами прикладываем вместе, вот, нахлёст, то вот эти точки, мы их обозначаем. Можно вот так вот, не откладывая, а обозначить. И это тоже у нас будет по 4 сантиметра. А всего, в целом, вот здесь вот, получается 8. Рукав у меня немножечко оторвался. Теперь от этих точек, вот полученных, раздвигаем рукав. Вот здесь вот фиксируем, если у вас тоже произошло так же, как у меня. на величину 8 сантиметров. Значит, вот у меня 8 сантиметров. Я прикладываю и поворачиваю так, чтобы крайняя точка, вот эта вот у меня, и 8 сантиметров были на одном уровне. Вот смотрю, 8, 8. Всё получилось прекрасно. Поставила я точку. Вот здесь поставила точку. Вот у меня одна точка, вот вторая точка. И теперь сам рукав мы можем обвести вот здесь. Полностью повторяя все линии. Ну, здесь у меня просто, и это оторвалось, как неудобно. Убираю я его в сторону. Теперь совмещаю одну и вторую точку. И вот это у меня уже будет являться центром складки. Совмещаю. Провожу прямую линию. То же самое делаю с этой частью. Развожу в стороны, фиксирую и смотрю 8 сантиметров. То есть ищу точку соприкосновения. Ещё чуть-чуть надо повернуть. Вот 8 сантиметров. Либо можно потом сложить по вот этой вот вместе. И не раздвигая, получить как бы отображение. Это в том случае, если у вас рукава... Ну, вот здесь вот одинаковые, да? Но всё равно немножечко по окату будет всё равно здесь разница. Ну, саму складку обвести, конечно, мы можем в этом случае. Вот так вот. Раз. Два. И получаем прямую линию. Вот здесь вот. Всё. Теперь нам вот эта вот часть не нужна. Мы её тоже убираем. И сам рукав вырезаем. Всё, рукав я вырезала. Значит, смотрите, что у нас получается. Вот у нас в целом вот эта вот величина 8 сантиметров. И вот здесь вот величина тоже 8 сантиметров. От точки до точки 8 сантиметров. Вот это расстояние тоже 8, но вот у нас центр идёт, да? Поэтому по 4 мы откладывали. Теперь берём, складываем. И у нас должно получиться так, что вот этот вот уголок, вот видите, он у нас уходит в уголочек самой складочки. И вот мы получаем, фиксируем рукавчик. Вторую. Ну, из ткани это будет мягенько всё идти у нас, а из бумаги немножко грубовато. Оно выкладывается, ну, выкладывается, конечно же, всё хорошо. Вот мы получаем с вами вот такую вот рукавчик, вот такие мягкие складочки. Ваше, пожалуйста, пожелание, либо вы накладываете наперёд, вот у меня передняя часть, да, со спинки, либо наоборот, либо делаете вот так вот. Ну, я думаю, что наперёд, наверное, будет смотреться интереснее. Но я возьму, когда буду смётывать, я сделаю по-разному. И так, и так, а потом мы с вами уже сможем увидеть. Рукав откладываю в сторону. Он готов для раскроя. Моделируем верхнюю часть. Итак, поскольку у нас здесь идёт всё-таки блуза, я не хочу, чтобы она была такая вот приталенная. Я на сантиметр вот так вот расширяю её и на сантиметр потом сделаю припуск и для рукава при раскрое. Поэтому вот здесь вот я сейчас вот так вот, вот так вот и сделаю более такой вот мягкий переход. Вот, вот мы получили вот такие вот линии. Спереди выточку я не буду делать. По спинке, возможно, сделаю. Это уже будет принято решение в процессе примерки. Значит, вот здесь вот мы, естественно, с вами всё это делаем. И при желании можно вот буквально там на 5 миллиметров взять ещё даже и углубить. Вот так вот. Тогда углубить нужно будет и рукавчик. И оно будет более такая свободная пройма. Теперь выточка нагрудная. В моём случае выточка нагрудная велика. Поэтому я её сейчас хочу частично размоделировать и перенести в боковой срез. Смотрите, я сейчас вот вырезаю вот боковой срез. Вот так вот мой, да? Спинку вырезаю полностью. А здесь по боковому срезу верхнюю часть не вырезаю. Вот я вырезала. Верхнюю часть пока не трогала, не меняла. Сейчас буду думать, как здесь лучше нам сделать. Измеряем величину. Вот эту вот. То есть нашу горловину. Я измерила, у меня получилось 8,5 сантиметров. Теперь я хочу частично сделать выточку нагрудную к боковому срезу. Провожу вот так вот линию. И сейчас саму выточку нагрудную мы перенесём к вершинке. Поэтому вот так вот две линии я рисую. По стольку часть выточки. Вот видите, сейчас я её как бы раствор выточки меняю наш. Значит, вот у нас 4 сантиметра. И 4 сантиметра вот здесь вот я дальше откладываю. Вот они. И вот только под большим углом я взяла. Значит, измеряю. Тут получается 32,5. И вот здесь вот тоже у меня должно... Нет, всё правильно. 32,5. То есть я сейчас промерила вот эти части. И смотрите, вот эти линии я уже не беру в учёт. Их у меня уже нет. Вот так вот. То есть вот я выточку просто развернула. А вся длина плеча у меня получилась в этой части. Вот вся длина плеча. Теперь я хочу выточку сделать из бокового среза. Поэтому сейчас поступлю вот таким образом. Я вам сейчас... Вот мои ножницы. Разрезаю. И немножко приоткрою выточку в боковом шве. А вот здесь вот чуть-чуть я как бы вот так вот смещаю. Видите? То есть вот у меня раствор выточки уменьшается в области плеча и открывается в области бокового шва. Вот здесь я сделаю около 5 сантиметров. Так, хотела ножницами придавить. Придавили, не тем. Значит, так, вот так вот раздвигаю на 5 сантиметров. Вот здесь вот закреплю с одной и с другой стороны. Ну, закрепляю я и с другой, чтобы у меня не клеилась выкройка. И, соответственно, закрепляю в этой части. Вот так вот. Саму выточку я буду делать короче, которая идет с бокового среза. Сантиметра на 3 я ее укорочу, раствор выточки останется неизменным. То есть вот к этой вершиночке мы выйдем. Вот здесь у нас будет вершинка. Теперь продолжаем работать с плечевой линией. Значит, вот у нас идет все плечо. Вот оно у нас уже вот здесь вот получилось. Продолжаем от точек. От вот этой точки. И вот от вершиночки. Откладываем величину, как бы дальше продлеваем саму выточку. На 8,5 сантиметров нам нужно продлить. То есть это сама горловина, которая имеется, величина ее плюс. Я возьму сантиметр, полтора, ну вот так вот возьму 10 сантиметров. Для того, чтобы мы с вами стачали. 10 сантиметров. И вот я продлеваю линию как бы выточки. Вот. Под тем же углом, как вот идет она. При этом, конечно же, у нас раствор выточки с вами изменился. Вот здесь он стал больше. Вот я две точки, вот эти вот соединяю. Соединяю две точки. Как бы плечевую. С точкой вершинки. И теперь определяю высоту самой стойки. Вот откладываю здесь, ну допустим, 3,5 сантиметра с одной стороны. И 3,5 сантиметра с другой стороны. И необходимо будет нам сделать выточку. Выточку к самому плечевому срезу. Но она у нас, вот смотрите, вот я разделю пополам. И вот я прорисовываю вот так вот выточку. Видите, ну она у нас такая получается угловатая. Угол большой, потому что выточка все-таки, раствор выточки здесь немаленький. Поэтому вот здесь вот этот уголок вот так вот мы мягенько-мягенько вот так вот продлеваем. То есть должен быть у нас такой мягкий переход. Вырезаю. После того, как мы с вами сделаем примерку и раскроим полностью блузу, то мы с вами определимся, какое количество необходимо будет нам с вами срезать. Вот здесь вот, да, под каким углом. То есть это вы посмотрите уже у себя, когда вы будете делать примерку, чтобы хорошее было прилегание. Углубляем вырез. Ну я вот так вот углублю сантиметров, наверное, на 15. Где-то так. 12, 15. Вот 14 получилось. Делаю я вот такой вот V-образный вырез. Вот мы получили с вами центр выточки. Да, вот это вот расстояние. Я вам говорила, что мы делим пополам. И вот к центру выточки, вот так вот проведу линию. Это будет линия сгиба. Как мы делаем сборку? Значит, выточку, естественно, сточать и по спиночкам мы сточали выточки, и выточку сточали, которая у нас идет из бокового шва. А выточка складываем вот так вот вместе лицом к лицу. И выточку вот эту вот проходим и мягко-мягко вот так вот закрываем. Вот мягкий переход. Затем перегибаем по этой части. И вот воротничок пошел вот так вот нахлёстик. Вот такой вот мы с вами получаем нахлёстик. При желании мы можем даже вот здесь вот закрепить шов, сделать поверху, чтобы вот эта линия была вот такой вот прямой, красивой. Если вы хотите, чтобы она мягко так вот выкладывалась и не было таких четких линий, можно оставить вот так вот. И она будет сама раскладываться так, как ей хочется. Как работать нам именно с верхней части и как обработку выполнить? Выкраиваем обтачку. Вот у нас пошла обтачечка до линии плеча. Вот у нас здесь плечико идет. Точно так же выкраиваем обтачку припусками на шов и по спиночке. Обтачку сшиваем и располагаем. Вот так вот у нас же пошел уже, да? Вот идет, выкладывается горловина. И вот здесь вот мы все с вами прошиваем. Здесь будем делать такую насечку и складочка. Потом все у нас повернется, все будет нормально и красиво, и хорошо. Вот эти края тоже будем сшивать. После того, как вы примерку сделаете, определитесь. То есть, естественно, вот они у нас шиты. Вы раскладываете вот так вот лицом к лицу. Тоже прошиваете, выворачиваете и уже работаете. Точно так же, как, допустим, шалевый воротничок. Если кто-то шил, то можете вспомнить. Все, теперь краем. Делаем примерку. И получаем очень интересную, необычную блузу. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова